Привет, друг! Это игра Stormworks И сегодня я расскажу О яхте, которую я построил И строил я около пяти стримов По-моему ее Каждый стрим где-то по четыре часа шел Ну понятно, что я там еще общался Но, грубо говоря, настройка у меня ушла где-то по три часа В пять стримов, если укладываться, да? Довольно-таки много времени я потратил Это мой первый опыт больших кораблей Именно больших кораблей И смысл никакого нету Это чисто декоративная яхта, которую я хотел просто построить Как бы яхта богатого человека Понятно, что есть много нюансов И много недоработок Точнее, не то, что недоработок, а нюансов постройки То есть декоративных моментов Очень много нету в игре Это стульев, там Столов и тому подобное И все это приходится делать из блоков, поэтому Немножко воображения И все с вами будет в порядке Давайте же начнем Яхточка вот здесь вот припаркована Ну давайте снаружи мы ее осмотрим Наверное, чуть позже Давайте сразу перейдем как бы к внутреннему осмотру Начнем мы с ночи Потому что ночью, конечно же Это очень интересно смотрится В плане подсветочки Здесь это все в этой игре Можно сделать прям по красоте Что же здесь у нас есть? Изначально сразу вот Сейчас вот яхта была только-только призвана И изначально включен свет сразу вот спереди Немножко по бокам внутри Точнее не внутри, а на глубине Как бы под водой подсвечивается И вот как бы это сказать Основной проход к рубке капитана Точнее к рубке управления То есть видите, задние огни Немножко подсвечены И вот эти все огни, которые сейчас Именно включены Они будут включены всегда Они будут включены всегда В любое время суток То есть независимо ни от чего Они всегда будут включены Так что имейте это в виду Этот свет сделан для того Чтобы вам было удобно Допустим, если вы ночью загрузились Чтобы сразу зайти Можно было на палубу И пройти как бы В рубку капитана Она наверху находится Что мы сейчас с вами и проделаем Давайте сразу наверх поднимаемся Здесь вот можно Кстати, вот две лесенки У нас они всегда у нас подсвечены будут Опять же повторяюсь Но два входа есть для Так сказать Для подъема Здесь вот есть такая вот Не знаю Надо было чем-то короче Здесь заполнить место Ну вот такие диванчики С креслами Можно отдохнуть Попить с друзьями кофе Выкурить пару сигар Своими богатыми друзьяшками Давайте дальше Дальше проходить Вот мы собственно говоря И попадаем в руку капитана Хочу сразу сказать По всему кораблю Окруженные вот это Такие значки Ну точнее включать Окруженные синим Это свет Ну собственно они и подписаны Здесь вот подписана дверь Включаем Свет Отличненько Входим Вот она Как бы наше сердце Управление Или мозг наверное Да все-таки Управление нашего Корабля Нашей яхты Пельмешка Да кстати Пельмешка Названа наша яхта Все благодаря Нашему пельменному Спонсору Который Проспонсировал Название И постройку Этой яхты На стриме Так что ребят Приходите на стримы На мои стримы На них бывает иногда весело Иногда грустно Смотря какое у меня настроение Что у нас здесь присутствует У нас Присутствует вот такие вот Две части Давайте сразу подсветочку Включим Всего Да К сожалению Опять же Вот повторюсь Что декоративных Всяких Вещей здесь нету Ни приборов Ни там подобного Ни мониторов Ни каких-то Декоративных Включателей Панелей И там подобное Приходится как-то Самому все Придумывать И здесь я попытался Изобразить Как бы Пульт связи Который может быть Как бы Ну там Связывался бы С землей Или с другими кораблями А здесь я попытался Изобразить Типа Ну Как бы Сканирующее Какое-то устройство Локаторы Или что-нибудь Типа такого Ну Не знаю Получилось у меня Или не получилось Не знаю уж Как получилось Здесь же у нас Вот это вот все Это у нас все Функционирует Начнем Вот с этой части Это у нас Весь свет Как бы корабля То есть понятно Сюда мы зашли Мы включили свет Ну как бы Этой комнаты Здесь вот Вот этот свет Включен всегда Мы под Сделали освещение И собственно Освещение Бортовые огни То есть у нас Включается сейчас В данный момент Вся нижняя подсветка Как видите Она настолько мощная Что она практически Освещает Очень хорошо И верхнюю палубу То есть первую Внутренней палубы У меня нету Я здесь В этой яхте Не стал строить Потому что это Первый мой опыт Яхтостроения Так скажем И здесь Я решил просто Попробовать Построить большой Какой-то корабль Да Поэтому Как-то вовнутрь Не решился лезть Возможно В следующий раз Когда соберемся Что-нибудь Такое большое Построить Дальше Дальше У нас Включается Первая палуба И вот видите Вот я включил Первую палубу Уже очень ярко К сожалению Свет просвечивает И видите Прям вот Очень ярко И если мы сейчас Включим Тут прям вообще Ну просто Ну вы понимаете Просто очень ярко Но свет нужен Потому что К сожалению Я сейчас Не уверен Но по-моему Нельзя уровень Света Ставить Да То есть Чуть побледнее Да Поярче И там подобное Но пускай будет так Вот вторую Можно даже не включать Палубу Потому что И так В принципе Все светло К сожалению Вот опять же Повторюсь Свет просвечивает Через блок И поэтому Так он Распространяется Дальше У нас есть Якорь Рабочий якорь Вот он То есть Можно увидеть Собственно его Вот он здесь Вот он Вот он Болтается Я его построил Таким крюком Он как видите Болтается Он функционирует Полностью То есть мы можем Включить якорь Мы его включаем И допустим Оп Ой это Это вверх Опускаем Все Пошел Пошел он Якорь Как видите Тоже опускается И вот я сейчас Понял Один косяк Небольшой Знаете какой Надо скорость Лебедки увеличить И вот так вот До бесконечности Ребят Перед Перед этой съемкой Я проверил Все практически Но Постоянно что-то Замечаешь Что что-то Не доделано Поэтому ребят Когда вы будете Возможно Скачаете этот корабль И будете Осматривать Если вы найдете Какой-то недостаток Пожалуйста Сильно не Бомбите Поставил скорость Намного быстрее Посмотрим Ну вот Как видите Намного быстрее Опускаются Якоря Ну и вот Собственно Они Уже Уже опустились Можно даже Включить И в принципе Они должны Примагнититься Ну да Они уже Примагнитились И все Болтает Видите Они воткнулись Как бы в землю И все нормально Мы можем Попробовать сейчас Во-о-о-о-о-о-о-о Мы всплыли Бум, мы всплыли Давайте полностью поднимем Шикарно, шикарно Бам, все, заработал Якоря 2, это потому что, во-первых, ну эстетически смотрится красиво И, конечно же, еще для облегчения стабилизации яхты Потому что с этим были проблемы жестокие Ну, чтобы с двух сторон симметрия была Эта часть понятна, да? То есть у нас вот здесь вот свет Здесь понятно, здесь дополнительные кресла чисто декоративные По этой части давайте пройдемся У нас это прожектора Мы можем, ну, собственно говоря, влево-вправо Да, то есть Так, стоп Ну, э-э-э То есть влево-вправо можем прожектора делать Пожалуйста И также немножечко можем Выше, ну или ниже Как нам удобно, да? То есть выставляем Тот градус, какой нам удобно Отлично Здесь у нас включаются локаторы То есть вот таким вот образом Наверху начинает крутиться И включается подсветка Я думаю, может быть, свет даже и не нужен здесь Может быть, здесь всего лишь Хватит одного фонарика, к примеру И просто какие-нибудь вот такие вот огни Которые сзади Которые просто будут исключительно показывать Что они как бы работают, да? Наверное, да Подсветка, возможно, здесь и не нужна Ну ладно Это уже такие декоративные моменты Гудок Ну, вы слышите, да? Все отлично Дальше Дальше По датчикам давайте Это глубина передней части Ну, носа Это задняя часть Да, глубина То есть глубокомеры стоят Они проверяют Ну, глубину На самом деле это не обязательно Понятное дело Это просто я установил Чтобы, ну, вот как бы было Чтобы нагромоздить побольше всего Чтобы это как-то выглядело футуристично Скорость яхты Потом у нас тяга Мощность тяги вот здесь Этого рычага Потому что это круиз-контроль Скорость ветра И скорость дождя Нет, не скорость дождя, наверное Да, влажность Повышенная влажность в воздухе Насколько влажно Определяет Что есть, идет дождь И насколько сильный дождь Типа того Ну, в принципе, все Можно отправляться Мы запускаем двигатели У нас как распределяется Вообще двигателей Получается 4-6 штук Да, два больших И четыре малых Скорость яхты небольшая На это упор не был сделан Но, в принципе, можно отправляться Выходить, так сказать Ну, давайте мы уже, наверное, все-таки Включим свет Чтобы поприятнее было Как бы, да И уже осмотрим яхту Ну, все, она как бы сдвинулась Все отлично Яхта идет Вот здесь, собственно Двигатели видны Да, то есть не функционирует Даже мы можем, кстати Ну, ладно Яхта двигается Давайте я круиз-контроль Подрублю Все Просто можно будет Мне не нажимать на В Яхта двигается Все отлично Я, кстати Вот можно выключить Вот так вот Отлично Ну Ну, о внешнем виде Тут судить Ну, как бы Я не буду ничего говорить Вы будете судить Внешний вид Ссылочка, сразу говорю На яхту будет в описании Можете скачивать Смотреть Ставьте лайки Единственное Ну, пельмешка у нас Сбоку, видите Пельмешка Наш генеральный спонсор Пельменный завод Пельмешка Вот Это, опять же Вот, хочется сказать Что это мой первый опыт И здесь Я бы хотел сказать Что можно было Сделать по-другому И надо было Сделать по-другому Во-первых Я неправильно построил Изначально Что у меня Верхняя палуба Она ровно идет С бортами Борт корабля Нужно было делать шире Чтобы Объем корабля Был больше То есть В принципе Она И Должна исплывать Повыше То есть Это Раз Ну Как бы В новой Какой-то Яхте Я уже Конечно же Сделал по-другому То есть Я нагрузил Слишком вверх И стабилизация Влево-вправо Очень сложная То есть У меня Во-первых Так как Я делал Несимметричную Яхту То есть У меня Нету Симметрии Полноценной То есть У меня Где-то Больше приборов Где-то Меньше И тому подобное То Ну Пришлось Как-то Выкручиваться Стабилизировать Яхту Искусственно Это довольно-таки Сложно было Давайте Пройдемся По каютам Пускай Яхта У нас Давайте Вот так Вот Не очень Быстро Ну Вот Где-то Вот так 7 метров Секунды Идет Нормально Торопиться Нам некуда А мы Пройдемся По По Каютам Каюта Капитана Ничего Такого Сверхъестественного У нас Здесь Вот Свет Если Нужно Будет Для Ночного Кроватка Пожалуйста Креслица Можно посидеть Ну Понимаете Вот опять Декор Исключительно Такой Был Сделан Насколько Хватило сил И фантазии Своей Давайте Закроем И спустимся Вниз Там у нас Уже Так Скажем Более Мощная Комната Это Вот Это Комната Отдыха К сожалению Опять же Если бы я делал Нижнюю палубу То есть Да Как бы То можно было Больше комнат Сделать Здесь же Я сделал Не очень много Это у нас Просто вот Небольшая Каютка Такая Двухместная Да То есть Шкафчик Вот тут Пожалуйста Все У нас Тоже Свет Работает Ну это Понятно Да Стандартные Такие вещи Они Функционируют Туалет И душ В котором Вот Вы заметили Да Угу Косячок Косячок Вот Сколько не проверяй Все равно Работать не будет Что-нибудь Тут вот Видели Покраска С покраской Было косяк Ну свет Понятно Все работает Да Но вот здесь Должно было быть И вот оно Опять не работает И здесь оно Тоже должно быть Вот Как видите Потому что мы Движемся Все Понял Сейчас Давайте 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 Вот так Вот сделаем Я понял Просто вода Не отображается Как Должным образом Так Заглушим Двигатель И Теперь Все должно Быть нормально То есть Все Как бы душ Работает Пожалуйста Можно Зайти Помыться И здесь У нас Также Работает Раковина Туалет Понятно Он не будет Вверх Фигачить Дальше Что у нас Есть У нас Вот такая Комната Отдыха Я тут попытался Изобразить Бильярд Не знаю Получился у меня Не получилось Не знаю Также у нас Здесь есть Включение Света И выключение И с той стороны Тоже есть Это все Продублировано Это я попытался Изобразить Барную стойку И какие-то Напитки Ну ребята Вот Все что Возможно Так сказать Сделать В игре Попытался Сделать Колоночки Колоночки Да Чтоб музон качал Ну и выход Такой Для Загорания Что ли Да Место для Загорания Здесь я попытался Изобразить Это что вода Здесь А нет Освещение Господи Перепугался Здесь я попытался Изобразить Типа двигатели Для Якорей Ну как бы Что-то Типа такого Здесь шезлонги Ну и Понятное дело Да Ну и все В принципе Вот так вот У нас Просвечивается Да Да Все Так По красоте Сделано Давайте Закроем То есть Здесь тоже Есть отдых Да То есть Можно Отдыхать То есть Есть какие-то Моменты Ну и Как-то так Давайте Погнали Можно даже Еще подрубить Ну вот Видите Я еще Подключаю Двигатели И всего лишь Где-то На 2 метра В секунду Увеличена Скорость Можно вообще Максимум дать Но Максимум Вот у нас 11 Да То есть Ну в принципе Нормально идет Если брать На максимальной скорости Разворот То есть Конечно Крен Вот такой Вот Но Но Опять же На максимальной скорости Мне кажется На таких яхтах Никто не будет Давать Развороты И в принципе Все Да То есть Что-то еще Сказать о яхте Сложно Потому что Она уже Ну вот Как бы В таком варианте Это конечный вариант И опять же Я хочу сказать Вот в конце Да Как бы Что здесь Можно было Совершенно по-другому Построить И здесь Это опять же Мой первый опыт Нужно было Немножко по-другому Делать Нужно было Рубку управления Делать Уже Да То есть Вот так вот Поуже Да Чтобы Как бы Правильнее управлялся Ну и всячески Такие моменты Нюансы Которые Можно было Сделать Что Я учту Уже в следующих Своих постройках Надеюсь Вам эта яхта Понравится То Если так То обязательно Ставьте лайк Скачать Вы Попробовать По ней погулять Может быть Даже с другом Вы сможете Скачав ее В описании Да Но если у вас Лицензионная версия Как-то так Место для вертолетной площадки Попытайтесь Приземлиться В итоге У меня не получилось Построить вертолет Который я хотел По причине того Что какой-то баг В игре появился И вертолеты нормально Не летают сейчас В данный момент Да Как бы Ну и ничего Это не страшно Вся проблема Которой я столкнулся Очень мощно Это когда я построил корпус И все здесь нагрузил Стабилизация яхты Влево-вправо Это прям вот Великая проблема Для меня даже вот сейчас Присутствует Какой-то не странный Нет Вроде нормально Крены и все такое Это для меня прям Проблемой была Чтобы выпрямить яхту И сделать ее Правильной Это конечно Сложный Такой Большие корабли Они Ну Очень много сложностей Появляются Такие сложности С которыми не сталкиваешься Когда строишь Маленькие какие-то лодочки Продолжить я Обязательно Продолжу строить В этой игре И Знакомить вас С какими-нибудь Интересными Тоже постройками Всем всего Спасибо за просмотр Удачи И пока Продолжение следует